Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 октября, неделя 21 по Пятидесятнице, Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского. Святитель Иоанн Митрополит Тобольский и всеосибири-чудотворец в миру Иоанн Максимович родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросиния было семеро сыновей, из которых Иоанн был старше. По окончании Киева Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрывается его исключительный талант красноречия и благодатное дарование. Он придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Ее он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Илотропион», то есть «Подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли с божественной волей». Из многочисленных творений святых отцов православной церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой вопрос христианской сатириологии. В 1685 году его отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил еромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенно-предстательства перед Господом и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал, «Служи завтра и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом честования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января 1697 года патриарх московский Исиаруси Адриан с собором епископов Хиротонисал Архимандрита Иоанна воепископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархии епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который, по мысли святителя, должен был украсить Черниговские Афины школу просвещенного благочестия. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях русской церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его многочисленных творениях. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. Профессор Максимович в 1888 году перевел Иоатропион на современный русский язык и издал вначале по частям в Черниговских епархиальных ведомостях. С его именем связан также латино-греко-российский лексикон. Известна связь святителя Иоанна со Святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеймоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведению в Сан-Митрополита прибыл на кафедру Тобольскую Евсея-Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером-метрополитом Филофеем. Продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относится издание митрополитом Иоанном и Леотропиона на славяно-русском языке, чтобы его понимали и сибиряки. О жизни святителя в Сибири летописец говорит. «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен милостив». Часто он помогал людям. Тайно, иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами. «Приимите во имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Лонгина Сотника и же при кресте Господне, преподобного Лонгина Вратаря Печерского в дальних пещерах, преподобного Лонгина Ярингского, преподобного Галла, исповедника Георгия Труицкого пресвитера, священномученика Евгения Елховского пресвитера, священномученика Алексея Никонова пресвитера, священномученика Иоанна Заседателева пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова